Палка о двух концах. С одной стороны, желание заставить избирателей усомниться в честности выборов. С другой, риск самому остаться в дураках. Собственно, так и получилось. Вчера вечером представитель фракции КПРФ Виталий Кузин в срочном порядке связался с председателем городской избирательной комиссии. Медлить нельзя, ведь его слов на избирательном участке номер 39-12 сплошь и рядом нарушения в обработке бюллетеней вплоть до фальсификации данных. Волнение товарища поддержал и Алексей Куриных. И вот в считанные минуты оперативная группа на месте происшествия. Когда мы зашли совместно с представителями органов внутренних дел и совместно с кандидатом, с Кузином Виталием Ивановичем, ему было все продемонстрировано, что участковая избирательная комиссия осуществляла законные действия в рамках подготовки к предстоящему дню голосования, третьему, последнему, до 19 сентября, а именно осуществляли работу с избирательной документацией, вычеркивали из бюллетеней кандидатов, регистрация которых была аннулирована, либо отменена. Появляется логичный вопрос. Откуда же представители фракции получили информацию о фальсификации данных? Все просто. Увидели своими глазами. В поздний час товарищи решили прогуляться вдоль окон избирательного участка. Как только почуяли неладное, попытались собственными силами остановить саботаж. Во время нашей работы в окна, в двери ломились какие-то люди, вели себя неподобающе, вызывающе. Я подошла, сказала, что у нас проводится работа с документами. Это были представители КПРФ. На мои доводы они никак не отреагировали, продолжали также себя безобразно вести, пытаясь ворваться в помещение. Так что же стало яблоком раздора? Как выяснилось, кропотливый труд комиссии, поданный не под тем углом. После закрытия избирательного участка на месте проходила обработка документов. Из общего списка исключались два выбывших кандидата – Сергей Моргачев и Олег Горячев. Отдавать свой голос избиратели приходят активно, поэтому у работы за день накопилось немало. Требуется, конечно, особая внимательность. Мы сверяем все паспортные данные с избирателями, объясняем, какие бюллетени у нас, где нужно голосовать. Следим за тем, что в кабины заходили исключительно по одному. Не было никаких дополнительных консультаций на участке. Но тот инцидент, который произошел, конечно, очень сильно повлиял на сотрудников. Это недостаточно, считаем, компетентным, потому что работа избирательной комиссии требует особого внимания. Когда бдительные политдеятели убедились, что все в порядке, претензий комиссии не осталось. Однако так называемой веры хватило ненадолго. Сегодня в 8.00 в телеграм-канале партии КПРФ появилось сообщение, что действия комиссии неправомерны и подозрительны. Получилось, как в старой сказке. Ночной рейд, неопровержимые доказательства и здравый смысл после полуночи превратились в тыкву. Александра Никитина, Сергей Кудаков, Управда ТВ.